Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим о Великом Хранилище. Хоть я и не делаю открытие еженедельного этого хранилища на ютубчике, но там есть небольшие изменения, которые будут в 9.05. Там упрощают интерфейс Великого Хранилища, но имеется в виду то, что нам не нужны будут какие-нибудь сторонние аддоны в плане такого как GridWall с целью того, чтобы открывать Великое Хранилище в любой точке мира вообще. То есть можно будет открыть подземелье рейда и нажать кнопочку и все откроется. Это замечательно. То есть аддоны просто-напросто импортируются в игру. Это всегда круто. Но изменение, которое будет в 9.05, оно реально классное, замечательное и из него можно получить очень и очень много плюсов. Сейчас об этом поговорим. В тот момент, когда мы открываем Великое Хранилище, мы видим три строчки. Рейды, эпохальные подземелья, ПВП и в 9.05 меняют именно рейды в плане получения эквипа. То есть на текущий момент в замке Нафри всего 10 боссов и с целью получения лута с первого квадратика нам нужно убить трех боссов, со второго семь, с третьего десять. То есть нужно закрыть фул рейд с целью разблокировки третьего квадратика. Ну а если мы хотим получить что-то крутое с мифик рейда, то нам нужно закрыть фул мифик. Это жестко, это нереально в некоторых моментах, например, потому что милики не особо нужны на гризешмяке. И то есть даже имея фул мифик прогресс, вы можете не разблокировать себе просто-напросто третий квадратик. Это немножко печально. К тому же не все, например, убили Динатрия в мифике. То есть чисто убиваем девятерых боссов и продолжаем троить Динатрия. К примеру, есть такие гильдии, наверное. И хотелось бы им получать этот лут с третьего квадратика, но нет. Благо в 9.05 все меняется и нужно будет убить трех, шестерых, девятерых боссов. То есть что теперь получается? Те гильдии, которые, например, прогрессируют, они, не убивая совет крови, могут просто-напросто полутать что-то со второго квадратика. Это круто, это замечательно. Если рассматривать третий квадратик, ну, насчет него все уже высказано. Что еще хочется сказать? Ну, то, что скорее всего это делается под 9.1. И есть ощущение то, что в 9.1 будет такое же количество боссов, как и в 9.05 для требования открытия квадратиков в Великом Хранилище. Есть подозрение то, что в 9.1 просто будет 9 боссов в новом рейде. И все. И то есть в 9.05 просто-напросто уже заранее меняют циферки в этих квадратиках. То есть мы извлекаем пользу и в текущий момент. Все уже было рассказано, да, то есть каким образом. Ну и на будущее, скорее всего, это все делается. Думаю, как-то так. Что будет с эпохальными подземельями, с пвп? Да, наверное, все останется так же. Не будут ничего менять. Быть может, эпохальные подземелья ластовую переделают вкладочку. Не 10 подземелий, а 8, например. Хотя, в принципе, если посмотреть самые первые билды Shadowlands, то там вообще нужно было вроде 15 подземелий. И так сделали 10. То есть куда еще меньше. Вопрос хороший. Насчет пвп. Ну, вы типа играете и играете. То есть навряд ли будут что-либо трогать. Посмотрим. То, что поменяли рейды и уменьшили на одного босса, это уже замечательно. Потому что на освоение одного босса, седьмого или десятого, уходит хорошее количество времени. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Жду ваши комментарии насчет переработки этой системы, насчет уменьшения одного босса. Какие у вас мысли? Хочу их услышать.